В аэропорту Борисполь задержана банда черных трансплантологов. Каждый месяц они отправляли за границу на операции до пяти человек, после чего проводили сделки по продаже внутренних органов. Доноры получали копейки, сами же дельцы баснословные суммы. Все подробности узнаем от Геннадия Вивденко. Операцию сотрудники областной прокуратуры, СБУ и полиции готовили долго и тщательно. Подозреваемых удалось задержать прямо в аэропорту Борисполь, когда организатор прибыл на пару дней в Киев. Пособники встречали своего главаря. Они вишукували людей, которые были в скрупном материальном установке, также людей, которые имели от них определенную залежность. И под определенным натиском сделали их залежными от того, чтобы они были обязаны отдать часть своих органов. Беспосредним организатором есть граждане Туреччины, граждане Украины и пособниками. Двое из задержанных граждане Турции. Первый проживал на родине, где и организовывал сбыт. Другой, с 1994 года в Киеве, он собирал живой товар. Одна из группы их украинских подельников, 36-летняя девушка, сама продала почку, потом втянулась в преступный бизнес. Схема выглядела так. Доноров набирали в основном через сайты объявлений о работе, сулили высокие заработки, потом на самом деле предлагали продать органы. Согласившихся везли в Турцию для операции. После платили донорам гроши. СБУ называет суммы в 15 долларов. Сами же подозреваемые зарабатывали на продаже до 100 тысяч долларов за операцию. Таких групп, к сожалению, у нас много. То, что было выявлено сотрудниками полиции, это часть, верхушка айсберга, как правило, ловят максимум 15-20% от общего количества групп людей, которые занимаются преступным промыслом, трансплантацией или обманом людей. Правозащитник Эдуард Багиров считает, что вину трансплантологов доказать будет чрезвычайно сложно. Необходимы следственные действия непосредственно на месте изъятия органов. Однако в областной прокуратуре утверждают, у них достаточно улик и свидетельств. Бизнес на человеческих жизнях процветал с сентября 2015 года. Сейчас задержанные дельцы дают показания. Им может грозить до 15 лет заключение с конфискацией имущества. Геннадий Вивденко, Геннадий Аникеенко. Подробности телеканал Интер.